А теперь от тебя тазом снежок. Обычный урок физкультуры. А вот само здание Красногоровской школы. Здесь полностью разрушено одно крыло. Между этажами нет перегородок. Выбиты стекла. На верхнем этаже видно небо. 28 мая. Поэтому детей не было в помещении здания. Это в этом году или раньше? В этом году. В таком здании учатся 114 детей. Родительский комитет решил сделать фото школы, где учатся их дети. И отправить в Верховную Раду. Они боятся, что в любой момент может произойти непоправимое. Мой ребенок сейчас учится вот здесь. Не дай бог она пойдет смотреть или еще какие-то дети. Станется какая-то трагедия. Вот как в Одессе или еще что-то. Потом начнут бить колокола. Только потом, понимаете? То есть я потом эти видео начну рассылать в Фейсбуке, в СМИ и так далее и тому подобное. Потому что сейчас начнутся дожди. Опять школа вымерзнет. Опять школа еще хуже ей будет. И все. Прям попадание с той стороны. Прям в окно. Град залетел. Разбито все. Ну, разбито много тут, но... Как-то было здание, когда вы попали? Да, полностью завод работал. Это вечерняя смена была в 10 часов вечера. Были у нас люди ранены тут. А сколько людей пострадали? Ну, пострадал один человек серьезно, ну, который ранен. Был долго его лечили. Ранена женщина была. А так несколько человек, небольшие царапины, равнения. Маринский МОЗОВОД обстреляли из градов три года назад. С тех пор жизнь здесь остановилась. 200 сотрудников стали безработными. Многие уехали. Вот те, которые ребята сейчас остались здесь. Это все те, которые здесь работали, специалисты остались. Деваться некуда в Маринке. Такое место. Работы больше нет. Ну, все равно многие остались, а мы знаем их. Они здесь, в Маринке, живут или живут недалеко. Вот это наша молодая семья, которая в результате обстрелов осталась без работы. В Чермолыке уже вечер. Это значит, что через несколько часов начнутся обстрелы. На тот берег реки жители села Чермолык не переходят. Там уже территория так называемого ДНР. Боятся ходить здесь в ночное время суток. Любой момент может начаться обстрел. Последний был сегодня ночью. Часто стреляют? Да. Страшно. Ты просыпаешься? Да. А что делаешь, чтобы страшно не было? Думаю, об друзей, это о маме. Ну, а пока свято, семья готовится к празднику. Это для моего сына. У него сегодня день рождения. Ему сегодня 13 лет. И я для него сделала торт. Когда ложусь спать, там начинаются иногда там обстрелы, но там может близко, может далеко. Ну, мне как бы все равно, в подвал бежать не обязательно. Как Бог управит, так и будет. Убьют – убьют. Не убьют – значит, Бог не дает, чтобы убили. Сережа прижимает игрушечный пистолет. Так надежнее. С отцом спускается к реке. Восьмилетний мальчик знает, в любую минуту может начаться обстрел. А во сколько обычно начинают стрелять? Ну, это, конечно, как бы по расписанию это начали. Они не спрашивают. Может в 11 ночи, может в час, может в 3 ночи это такое быть. Может под утро быть, часиков в 6 уже. Может в 5 часов утра это быть. Это от нас не зависит. Они нас, кто спросит у нас? Мы спим. Начали стрелять, разбудился, все, поднялся, сон пропал. Все, ждешь, пока кончится. Здесь, возле реки, которая стала своеобразной границей, пасется кормилица семьи – корова Марта. Это благодаря ей сегодня на праздничном столе будут угощения. Иди сюда, иди. Иди будем, дай. Коров украинским семьям, которые живут на линии разграничения, подарили греческие меценаты. Эксперимент стал примером для других благотворительных организаций. И когда Патеремон Васильевич согласился сделать эту благотворительность, мы, естественно, вместе с советом выбрали те семьи, которые действительно крайне нуждались. И вот одна из этих семей живет в этом доме. Хочу сказать, что это было каким-то сигналом, наверное, для других общественных, для гуманитарных организаций. Почему? Потому что после наших коров, буквально после, не прошло и месяцев 5-6, начались программы по другим благотворительным фондам. Они мало что питают семью, они могут поехать в Мариуполь, это ближайший город, реализовать свою продукцию и купить то, что им необходимо – обуть, одеть ребенка или что-то другое. И для питания. Много у нас миллионеров, да, и не с такими деньгами, как Боборос. Но сегодня никто не думает о том, чтобы оздоравливать детей в летний период из зоны, а то вот так, как это делает он. И сколько он влаживает действительно своего. Оно тепленькое, только-только из-под коровки тепленькое. Тем временем Илья загадывает желание. О том, чтобы был мир, перестали стрелять, людям дали работы, все работали, никто без дела не сидел. Ну, и чтобы у всех было побольше достатка. Из Донбасса Анна Граденцева, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». Спасибо. Спасибо. Спасибо.